Добрый день. Если бы я не стала актрисой, я бы, наверное, сошла с ума от эмоциональной и психической энергии, понимаете, которую можно в этой профессии вылить. Мне знакомы и страх, и ужас, и одиночество, и редкие моменты, когда, ах, получается. И сомнение, и самокопание, и, конечно, фантастическая радость, фантастическая любовь ко всему тому, что в течение моей жизни было отдано экрану. Экран – такая загадочная штука. Это поразительная вещь. Это как перевернутое зеркало, перевернутый бинокль. Ах, когда издали, а потом вдруг раз, и близко, и страшно. Я в концерте вот так, не так давно стою, и, значит, на меня светит пушка. И какие-то блики, блики снизу идут. Я так смотрю, думаю, о, эта женщина, значит, смотрит в полевой бинокль со второго ряда, со второго. Я говорю, подождите, я к вам подойду. Подхожу к ней. Слушайте, на расстоянии 40 сантиметров от полевой вот такой бинокль. Я говорю, вы что, ухо-горло-нос смотрит? Что? Вот такое ощущение. Думаю, что же она там видит, понимаете? Вот это вот то, что я вижу, когда я проваливаюсь. Это очень страшно. Вообще, первый раз вышла на сцену в детском саду. Помню свое состояние абсолютного покоя, абсолютной уверенности. Я проделала этот путь очень профессионально. Я не знаю, что это было. То ли знак судьбы, то ли что-то такое. Не знаю. Но с тех самых пор я только этим и занимаюсь. Знаете, вот у меня собака моя укусила. Любимая собака. Папа мой говорил, никогда не лезь, если собака кушает. Не надо. А я ей хотела блюдечко с мясом поправить. Вот поправила, уже неделю страдаю. Теперь слушаю вас. Пожалуйста. Людмила Марковна, вы свои книги очень тепло описали своих родителей. А вот как сейчас вы вспоминаете эти взаимоотношения, их помощь вам в творчестве, в жизни? Спасибо. Знаете, я так вам скажу. Для того, чтобы пожить полгода с моим отцом, я бы отдала остаток жизни. Понимаете, меня никто в жизни так не любил, как он. Никто. Никогда. Да ты же моя богинька, да ты же моя клюка ука. Она Лёль, моей маме, Лёль, она вырастет. И в обязательном порядку будет актрисою. И это как закон. Ее весь мир будет знать. А женихи у себя окна повыбивают. Я же это слышу, понимаете, всю жизнь слышу. Он мне сколько раз это все повторял. Как он был счастлив, когда девочка, девочка родилась. Он так говорил, потому что он родился в деревне. То есть биография абсолютная советского человека. В деревне родился. В 98-м году позапрошлого столетия. Революция гражданская. Десять лет шахты. Потом его высунули в интеллигенцию. И Горький писал, что ах, вот она новая народная интеллигенция. Мой папа 4 класса, его сразу в Харьковский муздрам-институт. Там и политэкономия, и Маркс, и капитал, и все такое. И бедный мой папа, голодный и несчастный, попавший в городскую жизнь, с голоду пошел на баяне играть на переменках детям. И там такая, говорит, чуковная, такая девочка, глаза голубые, цветсохи большие, глаза приятные. И я ей так нежно говорю, вы бы культурно так помогли бы мне, подсобили бы с дитями. Вы так хорошо говорите. А мама, значит, потом я уже знала, мама, значит, это скрывалось из дворянской семьи, которая в 25-м году уничтожена, всю дедушку в Сибири. Ну это, я такой, знаете, полукровка такая, но победила красная кровь. Тут я ничего не могу сказать. Есть и мамина, конечно, что-то, и что-то я соображаю как мама. Что-то какие-то моменты есть, но папина вот это вот, оно осталось. И вот они с мамой, значит, там познакомились. Вот она очень стеснялась, что беременная и все такое. И папа, конечно, обожал меня, говорил, ой, ага, на маму, ну чистое НКВД. Ну, этот язык, это особые обороты индивидуальные, ни на что не похожая речь. Мышление, свободное мышление, независимое ни от каких авторитетов. Это уникально, понимаете, это потом сгадаем, понимала. Я себя никогда не могла простить, что в 14 лет это переходной возраст. Я стеснялась его разговора, понимаете. А потом, а потом гордилась, потом вслушалась, мотала на ус и понимала, что больше никогда такого не встречу. Когда моя мама рожала, значит, у Харькови, то папа мой, он метался, значит, перед тем, что вот я должна родиться, он пошел в кино. Акулы Нью-Йорка. Главный герой, значит, Алан и Люси, американский фильм. Этот Алан, значит, за Люси, любовь такая, что папа говорит, самолету на веревке, прямо, значит, у поезда хватает ее. Нет, Лёля, пишет ей, если у меня родится сын, будет Алан. Если девочка, хай, будет Люси. И вот меня пошли в ЗАГС записывать, и он сказал, что я хочу, чтобы она была Люси. Ему сказали, что у нас таких имен нет, это заграничное имя. А есть Людмила, славянское имя, людям мила. А еще еще какие? У нас, говорит, сейчас очень много новых имен. Сталина, Владлена, Искра, Мюда. Он говорит, что это Мюда, что такое Мюда? Говорит, Международный юношеский день. Он говорит, не-не-не, хай будет Людмилку, хай будет так, чтобы людям мила. И вот так пошло, пошло пять лет, а потом вставай, страна огромная, и все, и папа ушел. И немцы, оккупация, голод, холод, трупы, взрывы. Мне ничего не страшно уже в жизни, понимаете? Ну, а потом, когда решилась, как быть, то ли мне в Харьковском институте, который на украинском языке драматическое отделение, или в Москву, где не было ни родных, ни знакомых, ни вообще ничего, ну, я не знаю. Папа говорит, только в Москву. Моя дочурка должна все там, у всех на лупаты, на лопатки положить, значит, французская борьба, понимаете? На лупаты у всех, хай, едете. И вот первый раз в жизни меня отправили в Москву, незнакомую, черт-те знает куда. Книги, аккордеон. Говорит, моя дочурочка возьмет аккордеончик в руки, даст им чечеточку и споет одновременно. Кто такое умеет? Никто. Иди, дочурка, тебя там хорошо заграммируют, и будешь у меня первую павую. Соседи, Соня, Шолом, Роза. И они говорят, Леля, вы, наверное, там дали в Москве кому-то 25 тысяч, а? Ну, как, если такие, как Люся, сейчас будут сниматься в кино, то что ж хорошего в кино теперь можно увидеть. А потом карнавальная ночь. Это нельзя рассказать. Это не счастье и счастье. Это, ну, как вам сказать, общежитие. Стоят люди у общежития на третий день фильма, показа фильма. По 300-400 человек у общежития. Я прохожу, меня никто не узнает, все же думают, что я сейчас выйду с белой муфточкой. А я выхожу своим стариком в политишке из Харькова. Ну, что, папа мой счастлив. Мама надела темные очки. В предчувствии она, человек, интуитивно хватает на ходу все. Исчезла. Сразу мама, папа вышел. И там в Харькове, говорит, дочурка такой, метров 10 в рост. После карнавальной ночи я стою и смотрю, слушаю, что будут люди говорить. И я стою, говорю, моя дочь. Все так на него. Стоит мой папа в широких брюках, в шляпе, в сеточке. Ну, чего? Вы извините, но у него было очень много идиоматических выражений. Там это пересыпалось все. Он говорит, чего? Сейчас я тебе покажу фотографии. Подожди, минуту. Не уходи, не уходи. Вот, товарищ, подожди, вот тебе она, видишь? Паспорт. Я у Гурченко, видишь? Моя дочка, дочурка, а вот тебе целая кипа. И дает ему тут же, сам подписан, Марк Гурченко, отец актрисы. Чего ты не веришь? Вот, а вот ее мать, а мама побежала на другую сторону. Ну, это, помню, что вы, когда вышла девушка с гитарой, в 9 утра, значит, первый сеанс, 9 утра, это, значит, парк Горького, это конец города Харькова. И там есть кинотеатр, и в 9 утра, первый сеанс, они бегут, значит, смотреть девушку с гитарой. И вдруг там есть такой момент, когда актер Блинников говорит на экране, говорит, моя дочь. И вдруг папа говорит, ты попробуй, воспитай сначала, а потом будешь говорить, моя дочь. Правильно Марк говорил, правильно, зал. Ну, а когда потом пришли моменты грустные, это сложный такой момент, отсюда бух, и тебя нет. Кислород был перекрыт, телефоны замолчали, не снималось, и тихо-тихо выживала. Папа мой так и не дожил до старых стен, до нового дыхания. Могу сказать, что все-таки после «Карнавальной ночи» войти в фильм «Старые стены», ну, ничего общего, ну, как из «Карнавальной ночи» в директор фабрики. Это, знаете, и в тот момент у меня состояние было, и как режиссер, царство ему небесное, Виктор Иванович Трегубович, как он это понял, пробовались актрисы, которые в листах подходили. И вдруг, вот «Старые стены» он мне утвердил. Я была на том этапе жизни, когда мне жить я знала. Я не буду жить, если я не сыграю. Если будет позор и стыд, я пришла, после «Ленфильма» приехала, и говорю, папа, опять же, папа. Я говорю, папа, я, вот меня утвердили, я должна быть директором фабрики. Ой, дочурка, ой, это нехорошо. Народ не поверить. Папа, народ, для него народ это все. Народ, не-не-не, народ не поверить. Говорю, папочка, ну уже все, меня утвердили, что мне делать? Вот режиссура. Ну, значит так, дочурка, ты успокойся. Вот я, я, значит, у тебя на фабрике, да? Я хочу прийти до своего директора с душой нараспашку, чтобы я его не боялся. Вот, значит, там я ему прочла, там все такое, он говорит, вот так вот, знаешь, когда говорят, квартиру-то мы тебе дадим. Это он то показал, то что, вот это не надо. Просто так скажи, ну, квартиру-то мы тебе дадим. Стоп, стоп, ап, уже я знаю это, уже, уже понятно мне тональность, уже ясно куда. И представьте себе, что картина полгода не выходила на экраны, потому что нетипичный директор. Поразительно. Поразительно. Это и есть, вот там я, больше всего я, как человек, со всеми своими, со всеми своими делами, больше всего. Вот эту роль я никогда в жизни больше не сыграю. Это единственная роль, за которую мне не стыдно от начала до конца. Пожалуйста. Хотелось бы услышать музыка. Какую роль играет в вашей жизни, профессии? Вот, самых, я не знаю, ранних лет. Каховка, каховка, родная винтовка, это... Ну, потом война, я уже выучила немецкий. Я пела немцам, они мне давали сахар, давали, ну, там, сливали нам, детям, сливали остатки супа. Это было счастье, и можно было выжить. Потом смотрела уже немецкие фильмы, и я слышала там очень странные, которые папа не играл и не игрались по радио. Странные такие, обертона музыкальные. И мне что-то было так, это мое, так мне нравилось это, понимаете? Вот эти блюноты. Думаю, что это такое? Что это такое? Мурашки по телу я должна одолеть, я обязательно должна одолеть, я должна обязательно это сделать. Я буду так петь, я буду это делать. И потом уже, боже мой, сколько открылось, какой открылся мир, понимаете? Новый, новый, новый мир советского джаза, запрещенного Лещенко. Все равно года проходят чередою, и становится короче жизненный путь. Мама меня отдала перед концом войны в музыкальную школу. И там дети приехали, которые, ну, из эвакуации. И я, ну что ж, я не воспитывалась. Я болталась по развалинам, по мусорникам, подбирала, что там говорить. Яблоки, куски там, я не знаю, что я... Для меня это, все это, когда дети пели в лесу, родилась челочка, в лесу она росла. Я думаю, что они поют? Что это за люди? Мне 9 лет. Я, значит, сидит, значит, преподаватель. Изумительная женщина, великолепный педагог и тонкий человек, которая понимала, что мне очень многое с меня надо содрать, снять, дать. Я просто выхватывала, я не видела таких людей. Когда война сразу все подкосила, она очень хорошо ко мне относилась, понимаете. И вдруг сидят люди эти, так сказать, и я, значит, пою. Встретились мы в баре-ресторанах, как мне знакомы твои черты. Говорит, где же ты теперь, моя Татьяна? Она, не будет, моя любовь, моя... Вижу губы накрашенных, страдания... Сейчас для вас накрашенные губы – это ерунда. Девочка, в 9 лет губы накрашенных, страдания, в глазах твоих молчанье, пустоты. Она, какой ужас, какой... Я смотрю, они вот так вот, прям вот так вот, все. Я думаю, ничего страшного. Сейчас еще течеточку, еще что-то еще сделаю. Говорит, не надо, дедушка, не надо, не надо, ничего не надо больше, не надо. Ну, портит детей, которые тут собрались, понимаете. Вот, и я запела, ах, какие маки, вот какие маки, красные большие поли рассвели. Ну, культурные песни запела. Когда вернулся папа о музыке, когда вернулся папа, это для взрослых людей, очевидно, но это моя жизнь, это линия жизни. Когда вернулся папа, негде было работать баянистым московикам. Он работал, он ходил в пивнушке на базар, мой любимый базар. И вот там мы с ним делали концертики для раненых, для обездоленных. И тогда в бою на вылет раненый из команды вал вперед, за родину, за Сталина упал на пульмин. Ах, все рыдают. Как-то на вокзале молча мы стояли, будто мы попали в сказку или сон. У билетной кассы в затемненном зале кто-то пел чудесно под аккордеон. И когда умолкала Ария Нагира, а мы спросили, кто он, этот молодец, нам ответил рядом голос пассажира. Вот он, гимнастерки, раненый, боец, обыкновенный русский человек. Та-та-та-та-та! Каких у нас в России миллионы! Обыкновенный русский человек, одевший молча каску и погоны, любитель петь, шутник неугомонный, обыкновенный русский человек. Да чурка, быстренько, быстрей теперь в музыкальную школу, беги, давай, моя клюквка, скорей, чтоб и только маме не говори, а то она нас с дома выгонит, что я тебя на базар сюда. Давай, быстро. И я бежала уже в музыкальную школу, ну а какие, какие, вот так моя жизнь была. А потом, понимаете, как интересно, а потом открытие Вертинского, и мы сидели на деревьях, это летняя площадка в нашем парке, театре Швиченко, и вышел совсем из другой жизни человек, тоненький, высокий, с этими руками, странно, перед ликом Родины первая песня, и вдруг весь зал, маленькую малерину, доченьки, желтый ангел. Я думаю, как, я должен знать, как это так, я не знаю, как, как, а где купить, этого же ничего не было. А на базаре продавались, ну, когда флюорографию делаете, вот это продавались, вот видите, вы знаете, потому что вы этого не знаете. Слушайте. Вот. Продавались такие пластинки, и я изучила всего Вертинского, это же надо такое. Когда я была на втором курсе института, Тамара Федоровна Макарова, мой преподаватель, говорит, Люся, я тебя хочу познакомить, сегодня с очень интересным человеком. Пойдем. И мы пошли в гостиницу Астория, и она мне познакомилась с Александром Николаевичем Вертинским. Я сидела, знаете, они о чем-то говорили, какой-то такой светский разговор был. И мне так хотелось прорваться. Я знала все его, абсолютно все его, все, что у нас продавалось в Харькове, на базаре. Я говорю, можно я вам спою? Господи, боже мой, как мне хватило этой смелости. Я тогда очень хорошо подражала ему, сейчас я не могу, конечно. Но я вам спою, хорошо? Я не поняла. АПЛОДИСМЕНТЫ В этой комнате проснулись мы с тобой, в этой комнате от солнца золотой, плавицы в этой комнате скрипят, окна низкие выходят прямо в сад, А в буфете есть вчерашнее вино, Под часами замолчавшими давно, Слышишь, травами пахнуло и росой, Побеги скорее по саду босой, В эту яблоню все сердце окуни, Осыпаются под ветром наши дни, Облетает охмелевшая душа, А сама-то ты, как яблонь, хороша. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, он, конечно, Сказал Тамаре Федорне такую фразу, Что худенькая девочка, Может, из нее и будет толк. Но сказал, может быть. Это он не был уверен в этом. Моя жизнь, она, конечно, Это очень сложно. Вокруг этой картины веселой Настолько создался мой Этот маска, образ. И никогда такой не было. И если я приходила после картины, После фильма куда-то, И, ну, была другой, что ли, Как это? А что это вы такая грустная, А? Что это такое? Что это вы, мол, разозлились на кого-ли? Ничего подобного. Я сразу, да-да-да-да-да, Сразу вот это вот. И я никогда не могла петь То, что мне бы хотелось. Только постепенно-степенно и то, Так поздно пришла такая полувозможность, Потому что есть такое выражение На радио, на телевидении. Это не формат. Это не формат. Это не наш формат. Я не знаю тогда, что наш формат. Что мне нравится? Чтобы прежде всего была Замечательная мысль стихи. Чтобы Замечательная мелодия, Которая укладывается. И чтобы обязательно была Уникальная аранжировка. Которая живет своей жизнью. Которая дополняет. Дополняет и рассказывает все то, Что происходит вокруг, в жизни. Что было в аранжировке. Я исполнила одну из своих мечт. Записала грустную пластинку «Что знает о любви и любовь». Я вам спою оттуда Одну из самых замечательных, На мой взгляд, песен. «Зашумитель клеверное поле». Стихи Евгения Евтушенко. Музыка Андрея Шпая. Зашумит ли клеверное поле? Заскрипят ли сосны на ветру? Я замру, прислушаюсь и вспомню, Что и я когда-нибудь умру. Кое-что я в этой жизни понял. Значит, я живым, не даром был. Я забыл, казалось, все, что помнил. Но запомнил все, что я забыл. Понял я, что в детстве снег пушистей, Зеленее в юности полу. Понял я, что в жизни столько жизней, Сколько раз любили в жизни мы. Понял я, что в жизни столько жизней, Сколько раз любили в жизни мы. Зеленое поле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А какой мужчина бросит все и будет... Вы меня поняли? АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Когда я шла вот так вот задавлено Это сюда до юбки И он... Идите сюда, это в ваших интересах Я пошла... Понимаю, Пырьев это вообще не представляете, что это такое Даже сейчас ничего подобного нет в кино Такой фигуры АПЛОДИСМЕНТЫ И он меня привел Вот к Альдару В карнавальной ночь, где остановилась съемки Где, ну... Где актрису сняли... Ну, сняли с роли, там, надо петь Ну, в общем, короче говоря, очень мила на пробах Пробы страшное дело Кастинг Я никогда не могла в пробе... Я по пробам никогда ничего не проходила Всегда или актриса болела, или не... Тогда уже меня брали вообще... Потом уже, во второй половине жизни Я могла без проб, меня утверждали Потому что у меня сразу хотелось сделать... И это, и это, чтобы вы видели все, что я умею Да успокойся ты В нужном месте, не знаю А вот, чтобы совпало время Внешность Сценарий Роль Возраст Политическая обстановка Экономическая обстановка Все вместе И вдруг бац И ты попал Вот это бывает редко И когда ты попадаешь Попадаешь В взрыв большой Понимаете, это очень страшное дело Там удержаться Очень тяжело Это очень Коварный путь Быть На виду, понимаете Все хотят быть актером Все хотят... Все звезды Откроешь газету Хочу быть звездой Там это... Там уже 14 лет Там уже сидит Уже это... Черт тебя побери Не знаю Может это и хорошо Может я отстала от жизни Но хотелось бы прикрыть ее Мне бы хотелось Снять с нее Там узнать, что там такое Тут уже мне все ясно Уже все открыто Так что ж надо раздевать Это совсем... Это тайна Это тайна Это загадка Это профессия Загадка Понимаете? Загадка И потом можно сразу Пых! Что такое революция? Взрыв А эволюция что? Медленный Медленный рост Медленный такой Восхождение Но точно И удержать Вот эти вожжи Вожжи удержать Это, так сказать Когда оно летит Удержать спокойно Тихо Нормально Здравствуйте Я нормальный человек Ни у кого у меня Этого ничего нет Вот это очень важно Вот там вот у себя Понимаете? Не знаю Ответила ли я на ваш вопрос Но вот так Сумбурно Вернила Мартовна Меня интересует такой вопрос Какой фильм для вас Особенно дорог И какой фильм для вас Ну может запоминающимся был Фильм «Мама» Да Это такая моя Трагичная картина Именно там Я и сломала ногу Мне сломали ногу Олег Попов Теперь уже можно говорить Чего там В другой стране уже Вот Это случайно Понимаете? Это произошло Вообще Такие трагические вещи Происходят тогда Когда так хорошо на душе Это был такой момент Прекрасный Мне несколько картин Пригласили сниматься У меня такое Второе рождение Что ли было Взлет Я этого не понимала Я так боялась Я так боялась Пропустить Чтобы опять Годами не мучиться Понимаете? Как я выжила Это сейчас Если повторить Да ни за что Вот дайте мне сейчас Пять миллионов Руб Нет Долларов Зеленых Ни за что Не повторю Ни за что Не хочу Мне нравится Быть Старушка не спеша Дорожку перешла Я прекрасно все понимаю Так вот Такой момент Минут Все Получилось как Лед Он закрыт водой Чтобы блестел На экране Я стою Перерыв Значит я стою Это Счастливо И вдруг подъезжает Олег Попов И начинает Ну рука валяет Ну раскручивает Ну раскрутил И я вот так упала А тут же Конек И он сюда Бах Нога И пяткой вперед Все Миша Боярский Надо мной А он В гриме волка Я Он А Срывает Значит С себя Этот Ну парик Этот Тяжелый И все дети Все барашки И овечки Все эти Ааа К родителям Я только хруст Слышала и все А в том больнице Ну что Полтора года Полтора года Я уже не человек Ну что говорить Это очень страшно Очень страшно Я когда вышла в кадр Первый кадр Меня привезли На тележке Там туда В Румынию Сниматься Все значит Оператор Это и я Там Это на румынском Ну я уже забыла На каких языках Не важно И я смотрю Никого на площадке Нет Все стоят Плачут в кустах Страшное явление Вот так вот Это Так меня снимает Я с палкой Это конечно Очень страшно Потому картина Это Такая Милая Такой мюзикл Детский Такая легкая А за кадром Вот такая жизнь Которая сломала Мне здоровье Я с тех пор Ну что там говорить Я еще ничего Так пока живу Пожалуйста Да Я слышала Людмила Марковна Мы вас знаем Как актрису И музыкальную И драматическую Но я хотела бы задать вам вопрос Людмила Гурченко Композитор Потому что Есть такой фильм Моя морячка И я даже знаю Что вы и снимались В нем Потому что Это память о родителях Шло время Раз это Линия жизни То Шло время И после карнавальной ночи Возраста Сюда идет А все ждут Девочку Понимаете А уже И сеточка у глаз И 28 И 30 И девок уже Я вам писал И все Опять И все И все И никто не видит меня в другом Это трагедия Драма И я Папа и мама Купили мне В рассрочку пианино Когда мне было 29 лет Нас не было никогда Инструменты Возможность Такой Ни у меня Ни у них У меня Пробиска В Москве Появилась 30 лет Я снимала Комнаты Углы История Линия жизни История нашей страны Короче И вот я Села к роялю И долго Долго Копалась Копалась И написала Конечно Песню о папе И ее И исполнила Тогда На всесоюзном Конкурсе Одна из певиц Маргарита Суворова Теперь как-то Меньше она Звучит Но это естественно Уходит что-то Праздник Победы Шумит весна Люди на площади Вышли Старый отец Мой надел ордена Выпили мы За погибших В общем Папа Понимаете Как 9 мая Папа одевает Свои медали За взятие Берлина И как-то мне Вообще Этот праздник Сейчас была В Волгограде На гастролях Помните Там Мамаев курган Это невозможно Я прошла Как будто По своему Понимаете Этому прекрасному Изумительному Ничем не сравнимому Моему детству Военному Голодному Я прошла И Левитан И Знаете Вот так вот Не могу И все Не могу Ничего И в шляпе Я значит Звезда В шляпе Иду Сопли Понимаете Самое прекрасное Такое Время Не потому что Детство А потому что Война Она Понимаете Как вам сказать Она определила Всю мою последующую Жизнь И биографию И роль И все Так Что я говорила Что-то очень умное Но А все Это потому что Я пошла На Мамаев кумен Ну вот это такая Вот это вот Актерская такая Природа Бах И улетела Туда улетела Все так Где Что я с кем Алло С кем я говорю Алло Добрый вечер Здрасте С кем Говорю Сама собой Спокойной Спокойной Ночь Все нормально Вот И значит Я написала Эту песню Если вы знали В вечерке написано Лучшая удача Конкурса Самогенедельных Авторов Мила Иванова Значит Театр современника Я написала Текст А я музыку Какое счастье Думаю А? Ровно через Три дня Телевидение Композиторы Значит Певцы А как вам нравится Это Надо сказать Это Оса А? Ну понимаете ли Эксплотация На чувствах Отца Самодеятельность Меня знаете Не могу им передать Мне стыдно На улицу Они уничтожили меня Как И нет Так вот Я не могу Мне стыдно Выйти на улицу И я уже никогда Просто выходила И пела Никогда не говорила Что это мое Хорошо Я вам спою Знаете что На стихи Николая Гумилева Вот там Но тоже никогда Не объявляю Поскольку вы меня Заставили Я Еще не раз Вы вспомните Меня И весь мой мир Волнующий И странный Нелепый мир Из песен Из песен И огня Но между других Единый И обманный Он мог стать Вашим тоже И не стал Его вам было Мало Или много Должно быть Очень плохо Я стихи писал И вас неправедно Просил У Бога А я плачу А я плачу За счастье много Мой дом Мой дом И звезд И песен Дом И будет Странная Странная Тревога При имени Твоё Какой-то маятник Злобный Злобный Владит Нашей Судьбой Он ходит Ходит Мечу подобный Меж радостью И Тоской Ах, нежно Небывалая Отрада Ах, прикоснулась К моему Плечу Плечу Но между другими едины не обманны. Еще не раз вы вспомните меня. Еще не раз вы вспомните меня. Понимаете, какое дело? У меня нет такого музыкального образования, его некогда было получить. Мне некогда, мне для чего было изучать языки. Мне для чего. За границу не пускали. Когда выпустили, случайно. Мне он уже был не нужен, я все забыл. Но за 20 дней я вспомнила все, что знала и чего не знала. Нахватало быстро. Русский человек всему может научиться очень быстро. И сразу, сразу... Да. Спасибо большое, моя дарминка. И так далее, и так далее. На всех языках. Людмила Марковна, мы хотим тоже сказать вам большое спасибо. И расскажите нам, пожалуйста, о своей роли в картине «Любовь и голуби». Пожалуйста. Ну что, вы знаете, я посмотрела спектакль в театре «Современник» перед этим, где главный ролик блистательная актриса Дорошина. Моя одна из любимых актрис, я восхищалась ею всегда. Моя роль там была очень милая, но маленькая. И потому в сценарии она разрасталась. Конечно, грандиозно работал Владимир Меньшов. Вот ему... Он понимал эту женщину, такую звезду райцентра, понимаете? Но и там рождались какие-то уникальные вещи, реплики эти. Когда ты или чоли, когда жена, к жене пришла она, я. Людк, а Людк, пишет она. Сучка ты, крашеная. Почему же крашеная? Это мой натуральный цвет. То, что сучка, это я его, а вот натуральный цвет. Людк, а Людеревня. А, бюх, это уже... Ну, что вам сказать, люди цитируют. Людям очень нравится картина, ее смотрят много раз. И очень много мужчин, у которых была такая же история. Не подустали вы, братцы? Людмила Марковна, спасибо вам огромное за ваш талант. И за то, что вы сегодня с нами. И я хотела бы у вас спросить. Вот я услышала не так давно песню, которая более привычно звучала в исполнении Земфиры. И текст, который тоже много раз слышала. И как-то она проходила мимо меня. Но услышала я в вашем исполнении, вы знаете, мурашки по коже. Как вы подбираете свой репертуар? Или это созвучно вашему внутреннему состоянию? Или это какой-то момент из вашей жизни? Пожалуйста. Я поняла. Ну, вообще, мне не очень нравится, когда без фамилии, знаете, вот это вот. Потом же люди стареют. И когда это... Как это? Мася. Вася. А он уже ему 50 лет, он все Вася, понимаете? Я слышала Земфиры, Земфиры, слышала. Случайно включили телевизор. И ходит, значит, какое-то странное существо. Ходит это... И ей что-то неудобно, не нравится. Думаю, что такое? И вдруг она запела. Все. Все. Я раб. Я вообще мулею переталанчиваю. Мулею. Мы тут же купили все тогда, значит, все, что продавалось. Я это с утра до вечера. Мне безумно нравятся люди, которые приходят со своей историей, со своим городом, со своим акцентом. Я вижу за этим человека, биографию ее, понимаете? Но там есть такое, пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Понимаете, это что-то такое. Я уже очень многих людей стояла. Я знаю уже, что это такое. Надо спеть, нет? АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу рай, а я не думаю, что тоже. Хочешь сладких апельсинов? Хочешь слух рассказов длинных? Хочешь, я взорву все звезды, что мешают спать? Пожалуйста, только живи, ты же видишь, я живу тобою. Моей огромной любви хватит нам двоим с головою. Хочешь, я убью соседей, что мешают спать? Пожалуйста, только живи, ты же видишь, я живу тобою. Моей огромной любви хватит нам двоим с головою. Хочешь, солнце вместо лампы? Хочешь, за окошком Альпы? Хочешь, я отдам все песни про тебя? Отдам все песни. Хочешь, солнце вместо лампы? Хочешь, за окошком Альпы? Хочешь, я отдам все песни про тебя? Отдам все песни. Хочешь, я... Хочешь, я... Пожалуйста, только живи. Хочешь, я... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»